Всех приветствую, дорогие друзья, на своем YouTube-канале. Меня зовут Артем Ананев и это рубрика Compositor Live. Тема сегодняшнего выпуска – дистанционное обучение в музыкальном образовании. Ведется множество споров относительно самой возможности и целесообразности музыкального дистанционного обучения. Для одних это абсолютно неприемлемо, невозможно и лишено всякой целесообразности. Для других это новая сфера и область образования, с которой связывают перспективы будущего. Существует множество технологий дистанционного общения, которые также могут быть использованы и в дистанционном обучении, начиная с обмена информации по электронной почте или, скажем, при помощи программ-мессенджеров и заканчивая платформами видеоконференц-связи онлайн. Какие же из всевозможных информационных технологий применимы и используются в дистанционном обучении в музыкальном образовании. Например, в Московской консерватории наряду с программами Zoom, Skype и WhatsApp используется платформа Teams от Microsoft. Попробуем разобраться, как же это приложение помогает музыкантам осуществлять дистанционные занятия. Teams позволяет использовать как облачное подключение в браузере, так и версию приложения, которая функционирует как стационарное десктопное, а также запускается на мобильных устройствах. Например, педагог может вести занятия со студентом как со своего персонального компьютера или ноутбука, так и с планшета или смартфона. Обратим внимание на несколько очень полезных функций этой платформы для дистанционного обучения. Функция видеозаписи, которую всегда можно активировать во время онлайн-занятия и потом посмотреть ученику в случае необходимости при самостоятельной работе вернуться к какой-либо теме или разделу, которую студент не совсем понял или что-то пропустил во время занятия. Кроме того, одна из самых важных возможностей платформы — хранение аудио-видеофайлов, то есть всего контента, которым обменивается педагог и студент непосредственно на сервере этой платформы, а не в памяти смартфона, планшета или жесткого диска персонального компьютера. То есть абсолютно вся информация, которой обмениваются участники образовательного процесса, всегда доступна для прослушивания, просмотра, ее можно достать в любое время с сервера платформы — ноты, записи, любой другой контент. Это можно считать своеобразной цифровой библиотекой, фонотекой, читальным залом, медиатекой, в которой, как я уже сказал, помимо нот и аудиоматериалов могут храниться записи лекций, семинаров, индивидуальных уроков, видео или аудио, вопросы к зачету — в общем, все, что нужно для образовательного процесса. В личном чате на занятиях дисциплинами, которые предполагают письменные задания — к примеру, это может быть инструментовка, гармония, полифония или, скажем, музыкальная информатика — возможно, корректировка партитуры или любого другого задания, которое выполняет студент в режиме реального времени. Интерактивная работа студента с педагогом возможна с включенной функцией демонстрации экрана, разумеется, на компьютере студента, и функцией управления компьютером у педагога, а именно управление активной программой на компьютере студента. Например, программа «Нотный редактор финале», работу в которой вы сейчас видите, тоже, в свою очередь, является технологией коммуникации, используемой уже внутри платформы приложений видеоконференц-связи, можно сказать, технологией в технологии. Более того, когда педагог управляет компьютером студента, у него может быть установлена другая версия программы, в которой он работает, или ее может не быть вовсе. Если возникает проблема несомместимости версий той или иной программы, и это существенно затрудняет совместный рабочий процесс, но и в этой ситуации тоже есть выход — на помощь приходит универсальный формат с расширением MusicXML. Назначение формата MusicXML схоже с технологией MIDI, которая в свое время унифицировала, универсализировала общение электронных музыкальных инструментов и по сей день является одной из ведущих технологий в мире цифрового звука. Ну а XML является, если не универсальным языком, то точно наречием в общении программ нотных редакторов и позволяет открывать ноты, набранные, например, в программе Сибелиус, в программе Финале, естественно при наличии установки необходимых плагинов. Это экран — рабочее пространство педагога, половина которого занимает окно студента во время занятий по дисциплине чтения партитур. На другой половине открыта нотная партитура, которую читает студент. И в режиме реального времени педагог, находясь за акустическим инструментом, цифровым фортепиано или даже миди-клавиатурой, осуществляет корректировку задания и наблюдает за работой студента. Изучая предметы классического академического музыкального цикла, применяя дистанционные технологии, мы так или иначе одновременно умножаем свои знания, умения, приобретаем навыки и в области современных информационных и цифровых технологий. Этот выпуск был посвящен дистанционному обучению в музыкальном образовании, и мы увидели, как это реализуется на примере Московской консерватории. О том, как происходит дистанционное обучение в других вузах искусств, смотрите следующее видео рубрики «Композитор.Лайв». С вами был Артем Ананев. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok